Купели готовят во всех регионах страны. И 19 января россияне будут испытывать себя в иорданских прорубях. Новички уже изучают советы, как преодолеть страх и войти в ледяную воду. А бывалые маржи соревнуются, чья прорубь краши. О крещении холодом Виталий Ханин. Шум бензопилы сегодня разносится над всеми водоемами страны. Подготовка прорубей, строительство Иордани. Тысячи людей по традиции бесплатно возводят ледяные часовни с иконостасами изо льда и деревянные купели, чтобы уже ночью православные христиане смогли опуститься в святую воду. Обеспечивать безопасность будут несколько тысяч сотрудников МЧС, в том числе и водолазы. Они заранее провели тренировки в только вырезанных прорубях. Подводники надеются, что полностью погружаться в этом году не придется, но если что-то пойдет не так, плечо подставят. Может быть, подскользнутся люди. Всякое случается при понижении температуры. Андрей Бугай 9 лет назад впервые искупался зимой как раз на праздник Крещения Господня. С тех пор он стал не просто моржом, а зимним пловцом. На тренировках проплывает по километру в минус 30. Вместе с коллегами по морозным заплывам Андрей помогает тем, кто впервые заходит в ледяную воду. С Крещением все началось. И мы будем каждый год помогать людям впервые преодолеть себя и приобщиться к этому хорошему, такому здоровому русскому обряду, как Крещение, русскому празднику. Пожалуй, самая красивая купель на Байкале. С ледорубами в руках здесь работают лучшие художники. Но главное – это хрустально-прозрачный лед самого чистого озера на земле. Организаторы завтрашних купаний уже опробовали воду. Здесь такая вода изумительная, кристальная, чистая, легкая, вкусная, мягкая. Ну, душа поет. Не везде погода позволит устроить крещенские купания. В Норильске властям пришлось отменить мероприятие из-за аномально низкой температуры, почти минус 60. Спасатели предупреждают, при таком морозе даже подготовленный человек может нанести непоправимый вред своему организму. В любом случае освещать воду будут во всех православных храмах страны. В епархии напоминают, что купание – это все же не главный обряд праздника. И ждут прихожан на крестный ход. Виталий Ханин и Мария Салмина. Известия специально для Пятого канала.